Что это было в Анатолею? Ну да, можно сказать, серьёзный дядька. Ну да, то есть настоящий киберспортсмен в Fortnite Mobile, и я просто не мог не пропустить этот турнир. Но обо всём по порядку в этом ролике. Тем не менее, я вам не буду просто рассказывать, что я видел на турнире. Я включил запись экрана и заснял просто всю игру к себе на телефон. Уверен, вы как мобильный игрок в Fortnite просто обязаны увидеть эти моменты в своей жизни. Так что будет мега интересно, и ни в коем случае не переключайтесь. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на этом канале, и если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на мобильном устройстве, то обязательно оформляй подписку. Тут ты сможешь найти единственный и лучший контент по Fortnite Mobile во всём СНГ. Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тег автора Motive Cars смелый води, покупай исключительно с ним. Ну а также теперь я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Войл Фортнайту, Вейду и Корбою. Очень приятно, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте я вам наконец-таки покажу, как же я отыграл минувший турнир в Fortnite под названием UEFA EURO 2020 на своём обычном Android-устройстве. Уверен, такого вы ещё нигде не видели. В общем, дело было так. Насколько вы должны меня знать, то я не люблю играть в турниры Fortnite, даже несмотря на то, что играю я в эту игру достаточно хорошо. Сижу я спокойно, играя на этом телефоне в командную потасовку, вдруг как ко мне приходит уведомление с моей беседы в ВК, где чел говорит, «Motive Car, а ты будешь играть в турнир в Fortnite UEFA EURO 2020?» Я такой, а чё за турнир? Я спросил, это нормальный турнир, без приколов, а то я уже привык после 14 сезона, что там турниры какие-то ненормальные, с какими-то там гаджетами. Ну и потом я убедился в том, что это нормальный турнир, и такой, блин, а чё бы не поиграть? Правда, есть одно но, что до конца турнира оставалось всего лишь 1 час 20 минут, и у меня было не так уж и много времени в него поиграть. Но даже несмотря на эти временные рамки, я постарался и сумел набрать целых 154 ПТС, при этом играя на телефоне против ПК-игроков и консольщиков. В общем, сейчас я вам покажу лучшие моменты этого турнира, естественно, их комментируя, но также попутно рассказывая, что я думаю насчёт этого турнира. Первая игра, я прыгаю в свою мейнлоку под названием «Кошмарный кинотеатр». И вы вот просто не представляете, как же мне повезло в первой игре. Во-первых, сюда, кроме меня, никто не высадился. Во-вторых, из первого же сундука мне выпал легендарный Скар, а из четвёртого легендарная снайперка, которая мне очень сильно пригодится в будущем. В общем, я спокойно так лутал эту локацию до тех пор, пока что не вошёл в топ-50. Ведь потом я узнал, что оказывается, за каждый плейсмент после топ-50 тебе дают плюс-поинт. И в этот момент я понял, что всё, эту игру я играю на плейсмент. Так что до конца игры моя тактика была довольно-таки предсказуемая. Как истинный киберспортсмен, я нашёл себе великолепное место в поле на ферме и сидел там, пока что меня не убили. Ну как бы тут без шансов, по 8 киллам можно понять, что это был какой-то жёсткий киберспортсмен. Но всё же пару киллов я сделать успел. В следующей игре я решил прыгать на то же место и действовать по той же тактике. В кинотеатре, кстати, я снова был один. Ну вот, когда я направился на своё законное место, я встретил двух челов. Одного из них убил я, а второй убил меня. Следующая игра была поинтересней. Приземляюсь я в то же самое место, но только на этот раз уже не один. Встретил парня, который меня чуть не убил, и на долгое время после этого он засел в этом домике. Я его не мог найти. Тут даже какой-то левый чел успел прийти, и чудом я сумел его убить. Но в конце концов, меня всё-таки убили. В следующей игре удача была тоже на моей стороне. Не верите? Тогда просто посмотрите на этот килл. К сожалению, удача эта продлилась недолго. В следующей игре ничего необычного не было. Нашёл легендарную ППшку и смело отдал её другому игроку. Вот следующая игра была намного круче. Я понял свои ошибки и решил отыгрывать от куста. Поэтому как только я раздобыл хоть какой-то лут, я сразу же побежал в куст. Но меня спалил какой-то чел. Но тут я вспомнил, что я киберспортсмен, поэтому не растерялся. И сначала дал один великолепный шот с дегла, а потом и не менее крутой шот с тактика. Сразу же после этого ко мне приехал ещё и второй чел. Я включил киберспортсмена, поэтому в прыжке дал великолепный шот с дегла. Ну и потом с лёгкости смог его добить. Как только я отхилился, я решил пойти дальше и увидел бегущую ламу. Если бежит лама, значит и неподалёку за ней бежит другой чел. Так и произошло, поэтому я смог получить третий килл. После этого я вспомнил про свой первоначальный план, поэтому отправился в поле на ферму, чтобы там спрятаться. Но всё же меня смог найти какой-то парень и позже он меня убил. В остальных нескольких игр ничего интересного особо не было. У меня оставалось всего лишь 20 минут, поэтому я решил прыгать на хот-дроп, чтобы может быть на халяву заполучить несколько киллов и получить ещё дополнительных несколько поинтов, чтобы потом за 5 минут до конца турнира смочь зайти в игру и отсидеть весь плейсмент. Я крутой стратег, не правда ли? Но, к сожалению, таким образом я смог сделать только один килл. А вот последняя игра получилась точно такой, какой я её и задумывал. Я прыгнул в какую-то жопу локации, налутал мусор и просто сидел в поле. Так сказать, вошёл в режим фарма ПТС. Кстати, хотите прикол? Вот сейчас просто посмотрите на этот видеофрагмент, я не буду его никак комментировать, уверен, вы всё сами поймёте. Ну и в принципе, таким образом я дожил до топ-12, и правда, не сделав ни одного килла. Ну и в принципе, это всё. Всё, давайте подведём итоги касательно этого необычного турнира под названием Чемпионат UEFA Евро 2020. Во-первых, объясните мне, пожалуйста, почему Евро 2020, ведь на дворе уже давно 21 год. Ну и во-вторых, я понял, что Манграль оказывается русский. И у меня пока что для вас это всё. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Ребята, если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, то обязательно сейчас же это исправьте. Я старался. Пишите в комментариях, играли ли вы в этот турнир, и если играли, то сколько очков смогли набрать. Также, если вы ещё здесь, то обязательно пишите в комментариях слово «Киберспортсмен». Только так я пойму, что вы досмотрели это видео до конца, и, конечно же, все подобные комментарии я, естественно, лайкну. Ну и по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.